Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня у нас выпуск посвященный английскому разведчику, описавшему очень подробно черкесские земли, черкесские обычаи, авантюристу и контрабандисту Джеймсу Беллу. В книге, в общем-то, его, точнее, дневники Джеймса Белла, наверное, одна из самых популярных книг и источников для цитирования сегодняшний день. Прохотя и двухтомник этот был переведен с английского только в 90-е годы, насколько я знаю. Итак, что мы знаем о Джеймсе Белле? Джеймс Станислав Белл родился в семье, как говорят, английских банкиров в 1797 году, однако вот эту профессию родовую продолжить он не смог. Всему причина это такой неуемный такой нрав и репутация авантюриста, который он получил еще с ранних лет, которая закорпилась за ним и помешала сделать нормальную карьеру вот именно в государственной должности. Известно, что он пытался заниматься то коммерческими, то политическими делами и, допустим, в 1933 году, в 1833 он отметился в качестве португальского консула в Глазго, где в этом качестве вербовал наемников для участия в гражданской войне в Португалии. Потом он появляется в Османской империи, где работает разведчиком под прикрытием купца, коммерсанта. Черкесская история его приключения начинается в 1836 году. К тому времени он уже был такой довольно успешный контрабандист, уже заработал на этом деньги, имел понимание о обстановке на Черноморской береговой линии Российской империи. Дело в том, что с 1829 года формально Россия, получается, по Мирному Адренопольскому договору приобрела побережье Черного моря. Турция его ей отдала, хотя им фактически не владела. Ну и вот пыталась за собой Российская империя это побережье закрепить. Но контроль был неполным. Адыги тогда пользовались поддержкой Британии, Франции и польской иммиграции и за рубежами постоянно поступало контрабандное оружие и боеприпасы. По общим подсчетам в 1930 году из Турции к берегам Кавказа прибыло до 200 турецких и британских судов с военными грузами. И для пресечения от этой контрабанды с 1930 года русские власти устанавливали блокаду побережье. Черноморский флот крейсировал у Кавказских берегов, задерживая нарушителей. Белл, естественно, знал, как эти блокады обходить. И вот в ноябре 1936 года русский военный брик Аякс задержал британскую шхуну Виксен в районе порта Суджук-Калея, ныне Новороссийск. На момент задержания эта шхуна уже успела сбросить на берег 8 орудий и 800 мешков пудов, точнее пороха, со значительным количеством оружия. В Европе эту историю значительно освещали, она была известна достаточно. А вот российская публика о ней узнала только в 1986 году из рассказа «Морской сборник», потому что существовала цензура. Хотя и автор сборника говорит, что он не очень понимает, потому что это не было особым секретом. Судо конфисковали в пользу государства, переименовали в Суджук-Калея, включили в Черноморскую флотилию. Сначала его там использовали как транспортное, потом вооружили десятью уродами и как боевой корабль стали использовать. И вот экипаж этого судна, Виксена, оно принадлежало, в общем-то, Беллу. Он его нанял. И весь экипаж вместе с тем, естественно, был арестован. Белл там всячески сопротивлялся, угрожал, что он не произойдет никакой блокады, что все это незаконно. Ну, в общем-то, это, естественно, ему не помогло. Его отправили в Одессу, а потом оттуда за счет турецкого правительства их отправили всех в Константинополь обратно. Произошел такой политический скандал небольшой, но дипломаты там за кулисами все порешали, а было сделали крайним. Ну, как бы с него взятки гладкие, что называется. Поэтому он, недолго думая, решил вновь отправиться в Черкесию. И 20 марта следующего 37-го года он нанимает для этого судна. Загружает его оружием, саблями, порохом на тысяч пиастров. Еще к нему на судно поступает Джон Лонгвард. Мы о нем поговорим в каком-то следующем выпуске, в очередной. Будет еще впереди. Это тоже такой известный человек, достаточно путешественник. И он постоянно интересовался разными совершенно вещами. Там Азии, Африкой и вот этим всем. И вот заинтересовался Кавказом, решил поехать. Ну, и параллельно поработать тоже разведчиком. И, получается, он тут высадился. О нем мы поговорим позже. В следующий раз у него отдельная там большая книга своя. Он тоже очень много описал. Он пробыл достаточно долго в Черкесии и очень много описал там все. Они вместе с Беллом пробыли примерно год вместе, уже потом разделились. Но об этом ниже. Российское правительство знало о намерениях Белла и пыталось его перехватить. Ну, там шла такая агентская работа. Известно было, что он намеревался высадиться и устроить с Портом Самсон плотное сообщение постоянное. Удалось было ускользнуть от крейсеров охраны, но пришлось как бы немножко пострадать от жажды и попотеть от страха, скажем так, потому что вот сама сложность была. Это же были судна, которые парусные. Все зависело от ветра. И если впереди был хоть как точечка, была замеченный крейсер, то если попутный ветер, то ты уже не остановишься и попадешь в руки властей. То есть нужно было подгадать время, когда будет и попутный ветер, и удачно попасть, чтобы там не в крейсер не попался. Но ему повезло. И именно вот в процессе вот этого плавания начинается первая глава его книги «Дневники пребывания в Черкесии» двухтомников. В Петербурге тогда писали, что нужно захватить этого злобного английского банкрота, который мечется, как чума из угла в угол. За англичан на борту, которые были, ну то есть за Лонгварда и Белла, была назначена награда по 500 червонцев за каждого. Причем инструкция предполагала, что в общем-то живыми и мертвыми тоже пойдет. Но премия осталась невостребованной. Все три года пробыл спокойно Белл в Черкесии. Никто так и не решился его тронуть. Он его сопровождали постоянно. Он часто менял случайным образом свои местоположения. Так, чтобы сложно было предугадать, куда он собирается. И успел он составить подробное описание и карту мест. Карту нарисовал хорошую. За эти годы Джеймс Белл успел подробно описать все стороны жизни адыгов. Как я уже говорил, в первое время они почувствовали вместе с Джоном Лонгвардом. Их сопровождал переводчик Лука. О нем можно подробнее узнать, если посмотрите рисунки Уильяма Симпсона уже позже, в Крымскую войну. Его тоже Лука сопровождал, там он на рисунках есть. Тайную высадку они совершили в долине реки Субаши, ныне это матросская щель. И отсюда Белл направился на юг в Вардане сначала по приглашению местных князей. Затем дальше в Сочи отправился к Аудалихану, абазинскому князю. В дневнике он отмечает, значит, такие пометки делает, что вокруг богатые сады, поля, аулы везде. Вот очень такая густонаселенная местность. Останавливается в итоге в Сочи у Али Ахмета. В его ауле. Тогда еще там не было форта Новагинский, это еще не было десанта, русские там еще не присутствовали. Там пытался получить информацию о полезных природных свойствах региона, с чем успешно справляется. И у него огромные геологические описания залежей различных. То есть он виден, как геолог хорошо соображал в этом и постоянно описывал это все. Как состояние лесов, то есть какие леса корабельные, какие полезные и неполезные виды деревьев. И, в общем, видно, что он предполагал, что со временем независимая Черкесия будет при поддержке Британии. И первая же цель была для британцев, это сбыт товара и получение ресурсов. Соответственно, для своих фабрикантов он очень много работал, записи составлял. Кстати, если посмотреть дальше, все все в будущее. В 1909 году, например, когда около Майкопа нашлись зайджи нефти, их английские компании разработали. И полностью владели всем. Даже на территории Российской империи. Довольно скоро политические дела потянули его обратно на север. И он то морем, то сушей пытается пробежаться к Суджук-Кале в бухту. Через Туапсе и Пшаду. Ну, до Суджук-Кале он там не доходит, останавливается в итоге в Пшаде. И уже там дальше события происходят. Тогда это было немножко проще, потому что, в общем-то, до Пшады были только построены укрепления. А вот часть от Абхазии до Пшады, она была не занята русскими укреплениями. Из Пшады Белл отправляется в долину реки Абин, где проходил Черкесский съезд. Один из многочисленных. И вот на этом Черкесском съезде решались вопросы, как бы, объединения усилий в борьбе с Российской империей. Значит, Джеймс Белл описывает все это собрание, описывает людей, находящихся на нем, в общем, смысл происходящего примерно. Оттуда дальше он по верховьям реки отправляется в долину из Псекупса, потом возвращается обратно в Пшаду, потом они идут в Суджук-Кале, делают разведку Анапы, возвращаются. Там происходит такой событие, что они чуть не попали в плен, и начался обстрел, и они разбежались в разные стороны, их отряд. И он в потемках вынужден был, потеряв путь, возвращаться обратно в долину из Суджук-Кале. Их там потеряли, думали, что уже их все в плен взяли, и постреляли всех. Он сопровождал контрабанды Исундна у князя Узерейк, это Южная Зерейка. Там было общество Узерейк, князя принадлежало, там корабль приставал для того, чтобы, ну, с контрабандой он там помогал. И вот в этих путешествиях он начинает более погружаться в отношения в социуме, адыгский этикет, устройство черкесского общества. За все годы ему удалось запечатлеть, описать культуру адыгов, праздники, судопроизводство и законы, история происхождения племен, древние памятники, там в том числе крестов Суко знаменитой, пленных и рабов, взаимоотношения их, торговли, устройства домов, свадьбы и похороны, воспитание женщин и их проложения в обществе, климат, географию, мастеров, врачебную практику, предрассудки связанные с ней, отношения к князей и крестьян в разных племенах, виноделие, садоводство, языки и диалекты и так далее. Вот в тот же период, когда он там пребывал на Абине, он знакомится с фабсултским орком Кизбечем Шретлуковым, которого он и назвал Львом Черкесии, именно благодаря Беллу закрепилось это такое хлесткое имя за Кизбечем. Он его описал как такого непримиримого борца со свободой адыгов, отчаянно дерзким на поле боя, такие психологические черты, его описал, что он такой угрюмый, но в то же время, ну такой очень простой и шутки отпускает постоянно, ну такой суровый, угрюмый воин, в общем-то, викинг, что называется. Но называл его почему-то Хаджи Гизильбеган. Ну там у него разные, значит, описания есть. Это лучше, в общем-то, посмотреть в книге или в моей статье в Яндекс.Дзен. Я ссылку оставлю в описании к ролику на его цитаты, чтобы можно было посмотреть. Ну, приведу короткий пример. Современное положение и нравы черкесских женщин произошли из смешения турецких и черкесских обычаях. Только кажется, что первые преобладают для замужних женщин, а вторые для незамужних. Причем они являются полной противоположностью европейским обычаям, особенно в высших классах. Стоит заметить, что Джеймс Белл еще и был художник. Он рисовал многое, что видел. Например, он запечатлел в своих рисунках как раз-таки портрет Кэсбэча Шетлукова. Самый известный его портрет с конем, по которому и памятник вставили. И этот портрет он передал самому Кэсбэчу, который его хранил. И есть история такая, что император Николай I, когда на Кавказе с инспекцией был, он там через каких-то людей пытался выкупить этот портрет у Кэсбэча. А Кэсбэч, в общем-то, с презрением отверг это предложение, поскольку вообще, в принципе, презрительно относился к русским и не вступал ни в какие взаимоотношения с ним. По пути очень многое зарисовал. Разные собрания вот этих черкесских князей, там тоже контрабанду в Новозерейке, в Сочи много рисунков он оставил. Ну, в общем-то, вы их сейчас увидите в процессе. Небольшую проблему прочтения трудов Белла составляет имена и название мест, поскольку он их достаточно сильно коверкает. И иногда понять достаточно сложно, о ком идет речь и как-то сопоставить с реальной личностью. Ну, наверное, самые простые примеры я скажу, но тут можно догадаться. Это Джубга, Жубга у него в Сочи, это Сюча. Ну, это в таком духе. Ну, разобраться можно, в крайнем случае, можно погуглить справки по тому, как описывают, какие рецензии пишут именно ученые на его книгу и посмотреть, что имел с виду. И вот он пребывал в это время на юге, потом, значит, его позвали обратно в Сочи, князья. В это время начинаются первые у него какие-то трения такие, значит, там часть из князей, которая раньше его принимала, то ли поддавшись российскому давлению, то ли поддавшись каким-то непонятным слухам или своим каким-то мыслям. Ну, они начинают против него какую-то игру, заговор, начинают угрожать ему там всячески, да, обвинять его в том, что он якобы шпион, не русский. И, ну, это пока еще носит такую форму такую отдаленных каких-то там слухов, слов, которые доходят до былом. Он просто себе как пометочку делает. Значит, оттуда он отправляется обратно, на юг. Но в это время обстановка усложняется. В это время проходит ряд десантов по побережью и высаживаются, где русские войска, и строят форты, что усложняет дорогу. До этого же были там, ну, как я уже говорил, в Пшаде, допустим, в Геленджике. Их всех Белл описывают. Они вокруг Геленджика ходили по всем этим холмам, смотрели на форт, все там, как все происходит у русских. И вокруг Пшады, да, и вокруг Суджикале, и Анапы. А тут как бы дальше появляются форты, и ему приходится идти уже с опасностью для жизни. Быть пойманным или получить пулю, что называется, при проходе. Но при этом он как бы этот путь завершает благополучно. По пути он описывает все эти форты, вновь высадившиеся, да, только отстроенные русские форты. Ну, вот, например, он отмечает, что вообще, в принципе, они повлияли очень сильно на возможности передвижения черкесов, перекрыв основные дороги. Например, вот в форт Туапсе он описывает, что он встал прямо на дороге, по которой проходили обычные черкесы, и они все оказались в поле огня пушек форта. Естественно, приходилось искать обходные вот эти пути по горной местности, очень сложные. А поскольку времени особо не было, была такая хитрость, что из форта стрелять старались в основном по зажитым, по князьям, что называется, да, воинам. То есть, хорошо вооруженным, одетым воинам, которых видно издалека. А про обычный муглют не трогали, поэтому они переодевались под обычных христиан и таким образом переходили под страхом смерти вот эту территорию. В том числе Туапсинский форт он зарисовал. Там его пытались склонить на то, чтобы организовать нападение на этот форт, но он тогда не стал в этом участвовать. В это время, вот в этой поездке, он постоянно пишет в Англию свои отчеты, какие-то письма в парламент, и ждет, когда же ему ответят. Ну, у него прям такое сложилось впечатление. Дело в том, что его же никто так по-хорошему не уполномочен туда приезжать. Это была авантюра. И, естественно, ну, в правительстве даже и не знали, что он изначально, что он там поехал, что там делает у черкесов. И правительство Англии, в принципе, не заинтересовано было в публичной ссоре дипломатической с Россией, старались как бы подковерно, скрытно все это делать. И все его письма оставались без результата, естественно. Ну, он первое время, в результате определенных козней и сложностей с доставкой, он не получал ответов. Ну, письма копились. И вот в конце концов Белл достигает долины Сочи, где как раз застает высадку русского десанта в долину вот этой Сочи, который, десант, который потом построил там форт Навагинский. Он зарисовывает лагерь, зарисовывает потом, ну, отдельные там эпизоды. С большой опасностью для жизни ему, он успевает уйти с места высадки войск, потому что действительно там перестрелка шла буквально рядом с его местом его проживания. Белл уходит в глубинку со всеми остальными, и там присутствует на очередном черкесском съезде, который организовал Берзек, Хаджи Измаил Берзек уже. Тоже там цель примерно та же была объединиться все вместе и как-то вот действовать согласованно, объединить, так сказать, в Черкесию видение. Значит, там он продолжает собирать сведения о культуре черкесов, упоминает о полезных свойствах самшита, знакомиться с беглыми кабардинцами впервые, которые довольно тогда активную роль играли в обществе черкесском, закубанском. В то же время занимается разведкой, он тогда изучил подробно русский форт и состояние русской армии в них, беседовал с дезертирами русскими и польскими, переходившими, бежавшими из этих укреплений. Но вот отсутствие каких-то ответов со стороны Британии начинает, ну, это уже второй год, начинает как бы менять отношение к нему. То есть черкесы относились к нему сначала так достаточно гостеприимно и видели в нем такого человека, через которого можно добиться своих интересов от Англии. Но поскольку Англия никак не отвечала, а он уже второй год здесь был, они начинали воспринимать его действительно как авантюриста какого-то. То есть что за ним действительно силы нет и толку от него никакого нет. Сказалась еще вот эта вот игра, которая шла с той стороны тех людей, которые вокруг него плели вот эти вот сплетни. И в какой-то критический момент, да, ему пришлось прям выступить с речью, такой представить доказательства действительно там. И при поддержке определенной группы лиц, в общем-то, он сумел убедить всех, что он не является каким-то вредным элементом, шпионом против черкесов, которые действовали бы. В общем, на какой-то момент они от него отстают, но был понимаем, что ему пора, наверное, уже уезжать. Иначе дальше будет хуже. А в какой-то момент он и получает все-таки свои письма, в которых он видит ответы, что британское правительство не заинтересовано в этой деятельности его. Что еще больше подтверждает его в мыслях о том, что надо уезжать из Черкесии, как бы ему ни хотелось. Но проблема в том, что у него это не получается сделать, ну, по разным причинам, но отсутствие судна, отсутствие проведников, еще в течение следующего года им приходится ожидать подходящего судна, на котором он уедет в Турцию. Времени он не терял, помогал черкесам в военном деле. Благодаря Беллу убыхам удалось захватить пушки с разбившегося неподалеку от Навагинского форта русского корабля. В принципе, после ряда нападений у них было еще несколько пушек, которые они сумели заточить на гору Батарейку и обстреливали форт Навагинский. В общем-то, собственно, Белла их и учил стрелять из пушек. И писали же, да, что русская пехота просто не могла ее застать, то есть она не успевала, как только она выходила из форта, чтобы захватить пушку, ее тоже уводили, прятали, и как бы не получалось ничего русских сделать. Обучение это не прошло даром. Белл покинул Черкесию к концу 1939 года. А уже в следующем 40-м году, пока он там писал и издавал книжку в Лондоне, дневники пребывания в Черкесии, при поддержке польских дезертиров и обученных Беллом адыгов-черкесов произошел ряд жестоких таких довольно жестких нападений на русские форты, на черноморских геленшинских кордонных линиях, когда были уничтожены три форта, практически уничтожены Навагинские в Сочи и практически уничтожены Абинские на Абине. И там за малым их спасли уже. И в конце своей книги Белл с видимым удовольствием приписывал эти результаты своей работе, то есть своим достижениям. В 40-м году Белл сдает в Лондоне свои записки пребывания в Черкесии, которые становятся довольно популярными на Западе. У нас же про них, конечно же, ничего не знают. Их вообще только в 90-м году нашли в архиве. Они в английской версии ходили везде, а на русских перевели впервые в 90-х годах только. И что касается дальнейшей судьбы Белла, ну, авантюрист есть авантюрист. В том же 40-м году, когда он издал книжку, он с женой и двумя детьми уезжает на остров Пуэрто-Рико, где занимается добычей красного дерева как официальный британский представитель. Вот там он и умер в 1858 году. Такой вот необычный человек был. Авантюристы и самый, наверное, цитируемый на сегодняшний день, самый известный из таких путешественников, англичан, которые в Кавказскую войну были здесь на побережье и очень много оставили заметных именно этнографического характера о жизни и бытие адыгов-черкесов. И на сегодняшний день один из самых шикарных справочников по вот такой жизни именно. Поэтому рекомендую с ними ознакомиться. Книжка есть у нас в магазине на Черкесии. Кстати, если кому-то нужно в бумажном варианте, можете приобрести ее и у нас. Ссылки в описании к ролику я оставлю. А на этом у меня все. Делитесь с друзьями, комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok